Классно, что я протестую внутри. Не буду я здесь. Не хочу. Я не принимаю решения, понимаете? Марина принимает. Она приходит с чемоданом денег, она все, что привезла, там продала буквально за час. Приходит с чемоданом, высыпала вот так на ковер и говорит, посмотри, думаю, это для меня мотивация. А мне все равно. Деньги это не... Я понимаю, что мне нужны деньги, но меня это не мотивирует, понимаете? Вот когда вы... Я не случайно вам это рассказываю. Мы порой думаем, вот если деньги, то это все. Да нет, ребята, душа должна раскрыться. А еще и творческого человека вовсе, понимаете? И вот тут получается такая ситуация, она с этими деньгами, не с Сашей, это не мотивирует, не меня. Я говорю, Марина, да собери ты их в свою сумку, ради Бога. Я за тебя радуюсь, и тебе это вообще приносит счастье, удовольствие вообще. Но она мне говорит, Люда, давай своих подруг теперь домой на класс косметический. Вот, и что? А у Саши все друзья, она уже работала в райкоме, потом в администрации, у нее все друзья, там, глава администрации и картина. А у нас, знаете, между станицами нет дорог, не было, не было, сейчас есть. А тогда не было, асфальта не было. И картина. Пять бульдозеров, вернее, бульдозеров впереди, пять уазиков сзади, везут мужики своих женщин на класс. Саим и таим. И соседняя, и соседняя станица. И вот у меня... Я в своей станице этого не хотел делать. Да, в своей мы не хотели, и в соседней приглашали, понимаете? Потому что стыдно в своей, чтобы кто-то узнал. А у меня вообще 48 часов, и классная руководство, один выходной воскресенье. И только в это воскресенье мы могли делать этот бизнес, но мы не собирались еще его делать. Вот они приехали там, все, провели класс. Они мне говорят, Люда, попробуй бросить. А я подружке говорю, да я сам вас все поброшу. Лишь бы она уехала. А она говорит, попробуй. А мы, кто нас будет это теперь снабжать и так далее. Саша с мужиками в шахматы играет. И я это... Но вы знаете, был один уникальный случай, который чуть-чуть поменял моему шлимит. Одна женщина подходит и говорит, Люда, как я тебе благодарна за этот мастер-класс. Мне впервые в жизни муж поцеловал руку. Потому что какие у меня ухоженные ручки. И я поняла, я нужна этим людям. Я нужна людям в этой деревне, где нет такой косметики, никакой. Никакой, ребята, не было. Вы понимаете? Это вообще я была первым консультантом по красоте своей столицы Веждыской. Это был 96-й год. И как же я им была нужна? Но решения не было. Но решения принято не было. Марина говорит, я говорю, все, Марина, мы же там согласны, все. Она говорит, теперь надо 200 долларов. И теперь еще надо. Это я, знаете, специально вот пока люди собираются. Ладно, ничего, что я рассказываю. Вот, 200 долларов надо. И знаете еще, что надо? Она говорит, свидетельство предпринимателя. Я вообще упала на диван. Я свидетельство предпринимателя. Ведь очень многие до сих пор боятся. Мне сейчас так смешно. Когда она говорит, да ты что, свидетельство предпринимателя? Ни за что. Да я и работать здесь не буду. Я что, с ума сошла? Сейчас налоговая меня контролирует. И вот у меня такое было ощущение. И вы знаете, и я все. Что же мне делать-то? Саша говорит, а доллары эти, 200 долларов, я в жизни в глаза не видела. Я не держала. Я вам клянусь, никогда. И я говорю, Саша, где же мы их возьмем? Он говорит, ты не переживай. Я там сам на сфорцовщик один мужик есть. Я вот у него в долг возьму до зарплаты. И он как-то разберемся. Я говорю, подожди, а это свидетельство. А он же работал в администрации. Все тебе сделаем. Все, ты придешь, только подпишешь. Иду ни жива, ни мертва. Хоть бы никто не встретился. Хоть бы никто не спросил, куда я иду, зачем я иду в эту администрацию. И вы знаете, правда, спасибо, никто не встретился. Я подписала бумажку. А там написано торгово-закупочная деятельность. Я это как прочитала. Знаете, про себя так в уморах упала чуть-чуть, да? Думаю, ну ладно. Вот так покачалась, устояла. И вдруг секретарь, который мне это все делает, дает, поднимает глазки и говорит, А, Людмила Ивановна, да вы что теперь, моя хорошая? Будете у нас стоять на рынке и торговать. И вот это слово меня рубило, маковал. Хотите верьте, хотите нет. Я видела серую кучку пепла перед собой. Это я загорела дотла от стыда. И потом, что со мной случилось, я не знаю. Я восстала из пепла, вот так восстала, как птица, к ябинь, да? И говорю, представьте себе, моя ласточка, я ей говорю. Я, знаете, обнаглела в этот момент. Я не знаю, что со мной случилось. Я просто какая-то стала уверенная в себе. И говорю, ласточка моя, вот с этой минуточки лично вам буду продавать. А еще вашим всем подружечкам, а еще всей вашей администрации и вообще всей станице. Знакомьтесь, я консультант по красоте. Что я сделала? Мои дружечки я сделала два дела. Я защитила собственное сознание, что необходимо сделать любому человеку, который входит в этот бизнес, понимаете? Потому что кто-то говорит, там это плохо. Кто-то говорит, ты с ума сошла, куда ты идешь. Третий кто-то, мама там или бабушка сказала, стыд и позор, куда ты пошла в торговлю, да? Это в те времена, допустим. Да и сейчас мы же уши не закрываем, мы же слушаем советчиков, а даже у нас соседка что-то скажет, и уже человек отказывается. Он же цирк вообще, да? Вот я приняла самостоятельное решение. Самое главное, и защитила собственное сознание, что необходимо. И вы знаете, заглядывая к Саше в кабинет, он мне говорит, ну что, отвязались от Марины? Я говорю, нет, дорогой, вот теперь-то мы с тобой начнем. Он говорит, Люда, Люда, подожди мне, я пошла. Вот знаете, с гордо поднятой головой. У меня один был, вот один был камень, на меня это мои студенты. Что же они подумают о своем преподавателе? Что же они скажут? Что же это, Людмила Ивановна, теперь будет вот это торговать? Вот это меня только смущало. Ну, слава Богу, молодежь, она более продвинутая. Потом, в конце концов, от меня поняли. И, в общем, вот таким образом начался бизнес. С моего самостоятельного решения. И я с тех пор, вот до сих пор не слышу никаких плохих советов. Понимаете, вот это вот такой был урок. Ты что-то хочешь добавить? Я хочу добавить, что... Я уже, видите, как мужу слово даю. Вот в нашем бизнесе, семьи, да, вообще, это уже команда. Семья – это команда, да. Вот мы договорились жить вместе, договорились вместе делать бизнес. Всегда должен быть лидер в любой команде. Вообще, команды без лидера не бывает. Тут точно так же, как и лидеры без команды. Это маленькая команда, и в этой команде должен быть лидер. И этот лидер – моя жена. Но вот очень важно, особенно если лидер женщин, да, и я уже вот с точки зрения мужчины, очень важно, очень чувствительные существа, да, не разрушить вот это ощущение лидерства. Оно приходит, когда лидер принимает самостоятельное решение, когда он берет ответственность на себя, и надо уметь поддержать его в нужном моменте. Вот, когда мне задают вопрос, часто же, да, говорят, а кто у вас лидер? И уже с подтекстом, с подтепка, я говорю, что разве не видно? И тогда мне задают второй вопрос, а кто же тогда вы? И я говорю о том, кто их создаёт. Ну да. То есть это отдельная тема, отдельная работа. Лидеров нужно создавать, нужно создавать условия. И одно из условий – это чтобы подводить его к самостоятельному принятию самостоятельного решения. И смотрите теперь, что происходит дальше. Марина научила только продавать. Через косметические классы. Она даже мне не сказала, что есть возможность подписывать людей и рекрутировать. Даже тех, кого я нашла, она под себя и всех подписала. Но я же этого не знала, я нормально как бы к этому отнеслась совершенно. Ну, продавать так продавать. Да, решение это приняла. Лёда, вот заметьте, косметический класс – это не продажи. Ты не идёшь человеку продавать. Ты организуешь так работу, чтобы люди приходили. Вот заметьте вот этот момент психологический. То есть Людмила не продавала. Она так организовывала, что люди ждали, организовывали сами. И вот эта психология, она очень помогает. И вот смотрите, вот этот вот вольер, когда мы что-то предлагаем, он вам отказывает. Здесь никто ей никогда не отказывал, потому что она… Хотите, я проведу бесплатно, вам класс. Ну, кто откажется от бесплатно? Смотрите, мы практики. И мы сегодня через свой опыт покажем вам, как надо и как не надо. Вы сразу почувствуете наши ошибки и больше никогда не повторите их в своём бизнесе. И вот начались продажи. Я, знаете, человек творческий, творчески подошла к этому вопросу. Я ездила с Сашей с проверкой на ферму, я за ним. Я понимала одну вещь. У меня появилась цель сделать красавицами всех деревней. Вот все женщины, вплоть до доярочки, до свинарочки, до птишницы, каждая должна быть красавицей в моей деревне. И вот, вы знаете, в нашем районе. И я ехала, меня так они ждали. Для них это был такой праздник. Я совершенно не думала о деньгах, поверьте. Вот мне так надо было. Вот думаю, боже мой, вот сейчас вот ей такой бы макияжик. А вот той пяточкой, извините, лопнула. Она пашет, работает, молоко добывает для страны, да? И так далее. Я прошу прощения. И ей надо помочь. И другой надо помочь. И косметика продавалась сама неимоверными. Я, знаете, я продавала, у меня был чистый доход, тысяча долларов от продажи в месяц. В один выходной воскресенье. То есть четыре дня в месяц я работала, и вот такие были у меня продажи. Как же они меня ждали. Как же они меня любили. Но однажды у нас случился бунт. Не бабий, а мужской. Как ушло от холода, только мужской. Однажды у нас, значит, я провела косметический класс, и за нами едут мужики на машине. И, Александр Петрович, вот если бы мы вас не знали, мы не знаем, что бы с вашей женой сделали. Наши красавицы ведь все теперь коровы отказываются дарить. Они же теперь вообще во двор выходить не хотят. Понимаете? Как это важно. Как это важно. Я добилась своей цели. Есть мои женщины красавицы. Они себя почувствовали истинными женщинами. Неважно, где мы живем. Один же не деньги брали, скажете. Вот многие говорят, так как в деревне можно работать. Самая благодатная, худшая деревня. Я вам серьезно. Сколько у вас сел? В 96-м году в деревню не платим. Вы понимаете, это самые бездоленные люди там. Это сейчас уже жизнь такая. И выехать в Екатеринбург могут, приехать в Челябинск. А раньше было хуже, да? И вот смотрите, где же деньги взять на косметику? Где ее взять? И вот вы знаете, пока я проводила класс, потом я там даже иногда в деревне какой-то оставалась ночевая, потому что меня просили на два дня приехать, да? Я утром рано даже... И они забивали своих животных. Курочку, индюшечку, гузочку. Ехали продавать на базар. И за эти деньги покупали косметику. Они говорят, чем бы хуже мужиков. Мужики вон водку себе позволяют все время. А мы косметику... А мы какие красавицы-то теперь стали. Понимаете? Вот само вот это чувство сделать красавицами, да? Вот смотрите, да, а деньги я про них забывала. Они сами приходили. Любите людей. Любите продукцию, деньги придут сами. Вот хорошее такое выражение. Когда-то я услышала, и это работает, и это правда. Понимаете, я потом подумала, боже, как же это работает. И вот даже такой эксперимент ученые проводили. Поставили две палатки напротив друг друга с одинаковой одеждой. И два разных продавца. Одна стоит и думает, боже мой, подошла. Вот я ее сейчас красавицей бы сделала, да? Вот это платину для нее. А вторая говорит, ой, как они надоели. Все трогают. Все, вот это все перетрогали. Никто ничего не покупает. Когда этот день закончится? Вот эти два разных подхода. Одинаковые вещи, с одинаковой ценой, с одной фабрики, раскуплены за 20 минут в одной палатке, а там ни одна вещь не продана. Одни и те же вещи. Но кто? Кто главный? Все-таки продавец. Я всю жизнь хожу на базар, и вот только у людей, которые с огромной улыбкой, которые с солнышкой, которые счастливы, вот я только у них покупаю. Понимаете? Потому что это другая энергетика. Это совсем... Две тысячи лет назад Христокий он вывел формулу влияния. Она звучит так. Этос, лобос, это в ладинской трансклюции. То есть дух в начале должен быть. Чтобы ты повлиял на человека, потом эмоции соединись с человеком, эмоциональной, и только потом что-то предлагаем, что-то делаем. Вот это открыто давно, тысячи лет это закон просто, закономерность. Так вот, что в нашем бизнесе, да и в жизни, если дух внутри отдать, вот тогда вы непременно придете в госпиталь. Непременно. Потому что только отдав, можно что-то получить. Это закон природы. И поэтому, когда мы это поняли, вот, Людмила, на своем собственном опыте, вот это желание сделать красавицу, вот это желание отдать, сделала ее номер один по продаже. И вот вчера я вам рассказывала вам о событии, да? И вот Света сегодня говорит, вот Людмилу замотивировала брошь, да? Это не каждого замотивирует. Вы знаете, Свет, не стала вчера говорить, я сегодня уже скажу. Смысл-то был в этой броши такой. А могу ли я? Смысл-то был такой. Это была, это, он был, знаете что, он был в форме Шмеля. По закону физики Шмель летать не может. Но, невзирая на свое это туловище, крошечные крылья, он взлетел и полетел. Это как бы, знаете, вот женщина, я поняла так, женщина может сделать невозможное. И вот эта невозможность меня собственно и будоражила каждую ночь. И я просыпалась, спотой, кричала, Сашенька, не хватает еще три человека. Или не хватает еще сколько. вот этот символ. И я сейчас, когда открываю эту коробку и смотрю на эту красоту, дело не в бриллиантах, дело не в украшении, а я это смогла. И если я это смогла хоть один раз, я это повторю не один раз. Вы понимаете? Вот это моя мотивация. Вот это очень важно. Вот это вы должны знать. Если упал лидер, да кто не падал, кто не падал, тот не вставал. Вставайте, потому что вы уже были когда-то. Понимаете, как это важно. Вы уже это сделали когда-то. И вы обязательно повторите свой успех и лучше, чем свой успех. Вот вы стали золотым, упали, а вы теперь удвоите, чем золотой. А вы сделаете шесть, бриллиант сделаете. Вот это вот очень важно. И получается, вот на этом-то событии как раз я узнала о рекрутировании. Потому что люди стояли на сцене за рекрутирование. А я была королева по продажам. И вы знаете, что интересно, я вот приехала домой, а у меня пять дней отпуска. И опять сорок восемь часов, классного руководства и четыре выходных. Но не могла я оставить студентов, потому что уже последний четвертый курс надо было, чтобы и дочка училась в этой группе. И вы знаете, что удивительно, я приехала, мне же ну как, подписывай, да и все, сказали, да? Рекрутируй, да и подписывай. Ребята, четыре выходных месяц. Я буквально вот так по столице ходила и ловила сверхподряд. Если шевелился он уже у меня, если не шевелился расшевеливала и подписывала и у меня была огромнейшая команда невероятного количества людей и почему-то я была то директор, то не директор. Какая-то хромоздулька. Не могу понять, что ж происходит. Я столько подписываю, я столько работаю, я только столько трачу энергии, все пустую. И знаете, что удивительно, мне надо, а им никому не надо. Я вот подходит конец месяца, я звоню, ой, ты заказ не сделала, она, Люда, отстань, я за бои покупаю. И рачка у тебя, она, слушай, Люда, ты директор, ты их делай. А скажите, правы люди? А я что, их отбирала, что ли, на бизнес? Да я ж всех подряд подписывала. Ребята, самая большая ошибка в мире. Поверьте мне. Вот я, например, не понимаю, сколько ж потратить надо, стегаясь, пепелить, всего подписать и году под хвост. Но поняла-то это гораздо позже. Я думаю, раз, хорошо, хорошо. Не хватало же денег этих. И какой выход? говорит, надо еще одну компанию. Я в этом сама доработаю. Надо еще одну компанию. Я думаю, раз, что-то мне только капает, показывает. Если повторять, то же самое. Стоп, Сашка, ну дай же сказать слово. Невозможно. Уже слово не дается. Это же моя история. И вот, вы знаете, что удивительно? Я подумала, надо еще в компанию подписаться. Вот тут кто-то сидит, наверняка, возможно, это тоже делал. Вот эту ошибку, которую мы должны сейчас ликвидировать раз и на всю жизнь. Думаю, в одну еще. Стала за месяц директор президента. Вторую компанию, третью компанию, думаю, я еще третью. И вот думаю, оттуда капнет. Слышите слово капнет? Отсюда капнет и отсюда капнет. Но капнет. Не польется. А будет только капельками вот такими крошечными капать. Фокус рассеян. У человек не знает, куда бежать. Канаты тянут во все стороны. Три стороны тебя раздирает. Ты не знаешь, что делать. Говорю, Саша, скажи, Луда, остановись, останься в одной компании. Он говорит, Луда, нет, давай, ты сама должна принять. Который воспитывает ликвид. Прими решение. Прими решение сама. И вот тут я думаю, Господи, ну помогите мне решить этот вопрос. Господь помог. И еду в электричке, в сербух капает же только. И возиться не смогу никак. Нету денег, мало. И вот вы знаете, что удивительно, летает кирпич. Мальчики у нас так любят под Москвой играться в окно. И вот только поменялась я местом женщиной с ребенком. Зурничком сидела, ей дуло, и мы поменялись. Я только села, влетает кирпич, и прям мне по башке. Я извиняюсь, это и смех, грех, сотрясение мозга, по скорой зашиваю, и лежу я в стерпухове никакая. Не то, чтобы Оле позвонить, не то, чтобы Ире позвонить, я вообще никакая, мне самую месту радует. Мне сказали, что транспортировка невозможна. И бизнес стал вздуваться как шарик. Потому что заказы я уже не звоню люди самим, она нафиг ничего не надо извините. И слушайте интересный момент. Друг я когда-то была нафиг. Я тебя забрал через два месяца. Саша, там какая разница, не важно, сокращать надо. Дома лежит, и говорят, выключи все телефоны. Да, да, мне тяжело, тяжело было, я не могла говорить. Но удивительную вещь вспомнила. Однажды я была на тренинге в Москве случайно, а случайно ничего не бывает. и услышала одну историю, которую сегодня рассказываю всему Фаберлик. Уже инфинум, наверное, тошнит всех от этой истории, но я еще раз расскажу. Значит, однажды Екатерине Второй принесли блюдо полное вареных красных раков. Она была изумлена. Вареные раки шевелятся на этой тарелке. Она говорит, боже мой, что же происходит? Она когда разребла вот эту кучу, над ней лежал один единственный вот такой живой зеленый, который шевелил всю делали такой вывод, потому что в одной из трех наших откуда капала только компания оказался зелененький появился. Когда я съехла, она вдруг сама взяла на себя инициативу и из Москвы стала поставлять товар. Я что нянчила, 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 думала, нет у меня лидеров, да, всем все сама возила, поставляла, и вдруг появился самостоятельный. И я пила, вот он зелененький, вот он, а потом еще один появился тоже там, пока я болела, да, опять думаю, вот два, и Саша говорит, и вот теперь мы с тобой должны сосредоточить все внимание на этих двух людям. Мы, они жили в Ростове и в Таганроге, 400 километров от нас. На виду порядок не может. Вот так я сделала. Нет, просто все должно приводиться в какой-то определенный порядок, вот о чем все это говорили, да, то есть три компании, три дилекторских объема, вот при том вот этот дилекторский объем, который вот Людмила сказала, это вот компания будущий Интернг, и Людмила говорит, принять решение. и когда я посмотрел, что мне я не делал заказы, потому что там большие объемы были, в первой компании, во второй, а в этой там же подписано, бывает два-три человека всего, в Ростове, и то в Ростове, 400 километров, ну что, мы даже заказы не делали, так вот, там упали объемы, директорские нет, проценты упали и так далее, а здесь я, ну я там делал заказы, то есть активно сделал, а здесь я ничего не делал, ну там падает, а здесь начало меня это зацепило, то есть я говорю, давай разберемся, в чем причина, начинаем разбираться, оказывается, эти люди самостоятельно вышли на нашу спонсору в Москве, наш спонсор организовал им доставку, и она же делала на нас активность. Потому что им это надо. И я говорю, Люда, смотри, ведь два человека, два человека работают сами, самостоятельно, у нас есть спонсор, который за нас думает, вот компания тебе сама подсказка, работает там, где есть лидер, и есть спонсор, который ради тебя живет. И вот тут как раз после болезни я возвращаюсь в Москву впервые и попадаю на то событие, где я стала королевой. И думаю, приехала всем пухом, думаю, боже мой, да что такое десять директоров? Вот, ребята, упрощение в голове, потому что психология на первом месте. Да что такое десять директоров? Десять городов вокруг. предыстории. Десять городов, каждому по одному директору, и у меня десять директоров. Почему десять? Ну, потому что там у нас просто была программа. был введен такой, что тот, кто сделает десять директорских веток, а она что, директор? Еще директор, не директор, да? Кто сделает десять директорских веток, тому компания будет платить процент своего города. А тут еще интересный момент. А, Саш, ну, в этом не надо рассказать. Вот другой момент интересный. Ну, это было, да. Другой момент, смотрите, вот, что происходит. Я приняла решение самостоятельно, да? Что я десять директоров теперь точно сто процентов за короткий срок, это однозначность всего нам сходить и села писать список. Написала десять городов вокруг Москвы. И там что-то у нас в Ростовской области что-то есть. Думаю, а уже я взяла отпуск без содержания. Боюсь же совсем уйти из колледжа. И через десять лет отпуск без содержания дают на год. Вот этот отпуск на год, и я после болезни его взяла и вот поехала в Москву. И вот вы знаете, я написала десять городов. Бросаю так жрель и падает тула. Да что такое? Я происходит, я же там никогда не была. Выходит, и я всю ночь не сплю. У меня такой аж трясет меня. И заходит невестка, вышла уже из спальни, идет в спальни. Я говорю, Тать, куда мне поехать? Вот как ты можешь? Она в Тулу. А я говорю, почему в Тулу-то? Она говорит, да, там оружейный завод, да, там все это люди, там деньги есть, вот наш завод продает технику, вот так будет хорошо. И вы знаете, и как раз вот еще такой момент был. Я перед этим поговорила с одним вышестоящим спонсором, с человеком, который достиг успехов в одной из компаний, от которой я узнала возможности. Это вот как раз инфином была, да? Вот и она говорит, Люда, вот ты понимаешь, что такое три компании? Ты вот сюда гвоздичек, сюда гвоздичек, сюда гвоздичек и вот так по очереди забиваешь. А если бы ты взяла, сконцентрировалась и всю вот эту энергию в один огонь как бы на и все забило? Хороший пример. И вот это тоже как бы засело у меня в голове. Я знаете, встала утром, мысленно отрубила два каната, которые тянули меня в разные стороны, раздирали в прямом смысле и не поехала делать активный заказ, чтобы завтра получить свою каплю. И вот тут ребята полилось. когда я стала бить в один гвоздь, когда я сосредоточила всю энергию, и когда я эту энергию направила всю в одно, в одно русло, в одну компанию, я сделала точку фокуса. Потом я уже у Брайана Трейси это прочитала и училась у него и понимала, что я сосредоточилась. И это была точка фокуса. Теперь смотрите, с этим покончено. И я встала и говорю, да здравствует свобода. Встала на пером в Сверхукове влево Москва направо Тула. Поехала в Тулу. Знать город не знала. Это была моя первая в жизни выездка вообще в незнакомое место. Мы ведь очень часто боимся. Как же я поеду в другой город? Я же никого там не знаю. Боимся? Есть такое? Есть. А вы знаете, у меня такой страх сидел. Я резко говорю, куда же я там приткнусь? Она отлюда, не переживай. Ты вот выйдешь на платформу, а там сразу гостиница. Это что? одну ночь переночуешь там, если тебе не успеешь назад. А вот там электрички так плохо ходили, что вечером не было назад электрички. Я понятно, что уже никуда не попадала. И вы знаете, я сняла номер с телефоном, купила у бабушек газеты. Вот смотрите, первое оборудирование. А до этого несколько месяцев я мечтала встретить девочку, с которой когда-то мы познакомились в одной из компаний, и которая очень мне нравилась. Что-то не так, Света? Света, что-то я не так. А я думал, что-то ты мне машечек не это делал. Света, у меня вообще я только через историю. Уж меня простите, ладно? Только через историю. Я ну так, я так подаю информацию. Ну остальное я вас могу. Да. Теория Саша. И вот смотрите, мои хорошие, и вот получать, я значит, я стала звонить. Первый звонок, делаю первый звонок, написано, продаю косметику извините другой компании. Думаю, позвоню, сейчас поговорю. Спрашиваю, как вас зовут? Здравствуйте, меня Людмила зовут, а вас как зовут? Улыбаюсь, знаешь, по телефону надо лугаться. Вот, и она мне там отвечает, Лиля. Я думаю, господи, какое совпадение, я же Лилю еще. Лилю-то я еще столько месяцев. Лилечка, а вы вот, да, а кто у вас консультант? О, и вот это та Лиля. Вы представляете, из газеты первый звонок притянуло, притянуло вот это вот. А знаете, почему? Потому что я горела в этот день, ребята, я на платформе вся пламенем просто пылала от того, что вот я хотела. Я наконец-то приняла решение, я наконец-то 10 директоров 100% за вот сделаю. Вот такие вот мысли, да, и вот, видимо, это притянуло. И я очень такой Лилечка, я так хочу с вами встретиться. Мы встречаемся, и я говорю, Лиля, мне нужна ваша помощь. Посмотрите, иногда человеку, я же знала ее амбиции, знала, что она любит ту компанию, да, хотя успехов никаких явно не достигла, но я, судя, посмотрела так, что она у нее полные сумки товара, видно ходит, продает, на этом, ведь и живет. И я говорю, Лиля, солнышко, скажи, моя родная, ты мне можешь помочь? Наверное, кто-то уже там ушел из компании, потому что был дефолт, и подорожала продукцию, ты мне можешь посоветовать лидера? Мне такое предложение роскошное для них, но не для нее, для них, да? Она так мне, да, 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 дает мне телефоны, я записываю, ну, еще с ней чуть-чуть посидела, Лилечка, я побежала, подожди, после дефолта, а на плюда, подожди, давай, пожалуйста, ты можешь мне показать просто каталог, мне это, конечно, не очень интересно, ну, так, на всякий случай, говорю, Лиль, да зачем он тебе нужен? Ой, ты своим делом занята, тебе это не надо, зачем? Она, нет, ну, 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 так, ну, если для приличия, Лиль, только на 3 минуты, давай, быстро, она, значит, лист, ой, а что у вас, пасты есть? И краска для волос, что у вас есть? А у вас, что вот это есть? А у вас, чип на продукцию нацелил, да, вот она ценит, я говорю, Лиль, да много чего есть? И достаю так журнал, а я уже там на обложке журнала, представьте, я же звезда уже засвездилась чуть-чуть, и уже на обложке журнала, и я в Словении, значит, и все, и она, это ты, я говорю, это я, и все, я Лилечка, мне никогда я побежала, я в отеле в таком-то, я пока забежала, доехала до отеля, она звонит, Люда, можешь ты никому не звонить? Мы с мужем хотим послушать информацию, довела до экстаза, поняли? Вот так, довела, не хотела показывать, рассказывать, она сама надо, значит, вот, а потом, когда они с мужем приехали, я узнаю, что муж с высшим образованием, клеит спичечные коробки, вот эти, вот эти этикетки на спичечные коробки, представляете, ужас какой, и, и никакого, и тут я им рисую картину, их собственный бизнес, как сказку, я им рассказываю, и вот ты будешь владеть, владеть складом, а Лилечка будет лидер-директор, и я вот остаюсь и буду тут помогать, денег у меня не было оставаться в этой гостинице, они меня забрали в свою квартиру, они снимали коммуналку, одна комната, ну, можете представить, и вот молодожены на диване, я с ними рядом на раскладушке, это вообще, о, сейчас думаю, боже мой, и вот таким образом начался бизнес, и это получился директор, за один месяц, за один месяц, потому что я горела, понимаете, почему, я горела сумасшедшим пламенем, и таким же пламенем заразила ее, сегодня это лучший склад в Туле, у них трехкомнатная квартира, у них две машины, у них роскошно, люди счастливые, и похудели на 20 килограмм на нашей программе, и пить или их встречаю, они такие счастливые, я это не узнала, мимо пробежал, вот такие две худорвышки, идут они вот такие, шарики все, и ребенок, и они все, и вдруг, вот представьте, люди, они так влюблены в компанию, вы не представляете, как они любят наш продукт, как они вообще, и все время, Люда, спасибо вам огромное, спасибо вам. Когда она работала, у нас компания, так, в которой мы приняли решение работать, я еще, правда, не был, она ликвидировалась, и создавалась новая компания, и был момент, когда продукции не было, вот в этот момент, она подписала, вот Лилию, когда было всего два продукта, да, вы знаете, и на двум, а были, знаете, какие продукты, антигемороидальные салфетки, я извиняюсь, и зубная паста, вот два продукта, вот когда говорят, нет красной помады, я это называю синдром красной помады, нет, и нафиг она нужна, кому она нужна, есть больше других-то помад, вау, когда начинают говорить, вот люди цеплятся, нет вот этой продукции в русске, мне просто смешно, потому что у меня результат был такой, в Ростове на двух продуктах стояли пять новых директоров, на двух продуктах, потому что люди были заражены энергией, потому что из них вот это, не важно сколько, не важно какой продукт, понимаете, важно, что есть желание, а Лили звонил, Лиля, как у тебя дела? Она, да, отлично, а Лили, а что все ноют, продукции нет? Она, как это, а два продукта целый месяц, понимаете, и у Лили растут директора, вы понимаете, ребята, вот вы сегодня спрашивали, вы вчера у меня спрашивали, вы мне постоянно спрашивали, в чем секрет? Да секрет один, желание, сумасшедшее, ваше личное желание, ваше горение, именно этим вы заражаете людей, понимаете, люди хотят, они воспламеняют, не хотят, загораются, понимаете, вот у нас сколько случаев таких было, вот приехали в Узбекистан, а там выгорели все, вот из известной компании выгорели люди, топовые лидеры, нет энергии, все, но у них проблемы, да, компания ушла с рынка, их кинули, их оставили, их подставили, понимаете, и у меня вот там, именно там, я настолько утвердила свое мнение, свое решение, принятие этого решения, какая же у нас с вами компания, ребята, вот мы должны гордиться, нет такой вообще, наверное, в мире, я имею ввиду, вы знаете, вот все ушли, а Фаберлик людей не оставил, 8 месяцев, даже 9 шла проверка компании, а Фаберлик стойко это сделал, и не позволил людей подставлять, и таскать через границу, и нарушать, вы понимаете, законодательство страны, потому что там все очень строго, и я поняла, боже мой, где же мы работаем, кто же так о социальной программе беспокоится, как не наша компания, какой сейчас материнский бонус, почему сейчас встает Кавказ, почему сейчас встает Азия, да они рожают по 10, по 10 детей, по 7, по 5, самое мало 5 детей, и представьте, какая поддержка маме, 51 тысяча рублей, за, простите меня, за второго и последующих детей, да для них это бомба, понимаете, только открывать людям, показывать людям, по выплате женщинам, по гражданинам, а Узбекистан вообще страна не платит, никаких пособий за детей, представьте, какие мы крутые пришли сюда, и что мы можем людям предложить, а люди ждут, а мы думаем, никому не надо, я вот знаете, недавно в Питере была, и моя лидер застыла, вот бывает же застыл человек, да, все, все, я говорю, а что ты застыла, она говорит, а кому надо, кого я сейчас удивлю, сейчас зарплаты по 300 тысяч уже, да, там и так далее, я говорю, солнышко, да ты не представляешь, кому надо, вот вы знаете, мы иногда думаем, вот за людей решение принимаем, принимаем, да, часто, а у меня был такой удивительный случай, еще когда в Инфину мы были, у нас был семинар в Турции, и туда приехал муж, ну, со своей женой, на вид упакованный, интеллигентный, и очень богатый, он ко мне подошел и спросил, мы статью писали в журнале, стратегия лидерской глубины, кстати, тебе хотим, надо такое подарить, тебе хорошую, статья на 8 страниц, и он говорит, вот у меня к вам вопросы, Людмила Ивановна, давайте обсудим, мне так ваша статья там понравилась, все, 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 а я ему говорю, я прошу прощения, я вижу, вы упакованный товарищ, и как вы сюда попали, вот сразу чувствую, а он, вот вы угадали, я совладелец нефтяной компании, из Салеханта, я олигар, но вы знаете, у меня очень умная жена, она от безделья с ума сходила, сходила, думала, чем же ей заняться, и вдруг ее вовлекли в вашу компанию, она приходит и говорит, дорогой, ты у меня такой умный, ты так разбираешься в бизнесе, вот почитай вот эти все документы, и скажи мне, пожалуйста, тем ли я занимаюсь, если это незаконно, или как-то неправильно, я брошу, ну, мне, знаешь, так нравятся там тусовки, я же дома засиделась, а там я хоть наряды демонстрирую, с девчонками в кафе уходим, там так классно, весело, а он думает, ну, сейчас для приорития я возьму документы и скажу, завтра нет, дорогая, прекратите, и вот вы знаете, удивительная вещь, он говорит, я не спал всю ночь, я не спал, меня трясло, я был в шоке, и я пришел, знаете, к какому выводу, нефть, это природный ресурс, он в один прекрасный момент просто может закончиться, и я вам против, а в сетевом маркетинге, главный ресурс, это люди, которые имеют уникальное свойство рождаться, это бесконечный поток, это бесконечный ресурс, вы понимаете, и самый ценный, самый дорогой, это люди, и я утром встал и сказал жене, я завтра тебе открываю самый престижный офис в городе, и я лично тебе буду помогать, и он мне вот так дает пачку денег, и говорит, Людмила Ивановна, передайте, пожалуйста, профессионалу, косметологу, пусть приедет к нам, проведет школы, там, это я подарок своим женщинам хочу сделать, пусть они послушают, как надо правильно применять продукцию, и так далее, а мы делаем выводы, а мы говорим, да он олигарх, ему не надо, а он умнейший человек, поэтому он олигарх, понимаете, мы думаем, идем и думаем, а что вот продавец, у нее бутик, с итальянской одеждой, да ей не надо, а вы знаете, что сегодня происходит вообще, закрываются эти бутики, без конца, мы вот просто сейчас работаем, идем по улице Путина, там есть проспект Путина, и вот мы идем по проспекту Путина, один магазин закрылся, второй закрылся, третий, пятый, они уже бедные, не знают, что делать, они сидят, мертвым, вот она сидит, куча товара, миллионы вложены, и за день не продает ничего, а я совершенно говорю, а мы с тобой дурака валяем, ходим, кайфуем, кафешечку зайдем, с людьми поговорим, мы же в удовольствии работаем, а у нас миллион товароворот в день, вы понимаете, вот какая машина, вот посмотрите, что мы с вами приобрели, ребята, вообще, вообще это удивительно, бесплатно, бесплатно, нам с вами дали бизнес, готовый бизнес под ключ, бесплатно, при минимальных вложениях вообще, как же этим не воспользоваться, готовая франшиза, вон я в самолете вчера летела, позавчера, читаю, купить франшизу пятерочка, 22 миллиона надо иметь, простите, чтобы хотя бы эту франшизу купить, вы понимаете, и у нас максимум 10 тысяч рублей, крути, в этом бизнес студент себе может позволить, которого мама попросит в доллар, и через 3 месяца ей вернет, вы понимаете, что это бизнес подходит практически каждому человеку, только было бы просто огромное, огромное желание, теперь смотрите, я хочу сейчас с вами поделиться, как же мы подписываем людей, что же мы им говорим, вот вопрос вот ваш такой, самый наболевший, а что вы им говорите, вы знаете, абсолютно всем все по-разному, ласточки мои, во-первых, надо понять, что человеку надо, нам очень помог, утром Шрайтер, мы как-то попались с Сашей, на его тренинг живой, это человек, который проводит тренинги все через истории, вообще, вот слушать одно удовольствие, запоминается все абсолютно, и вот он рассказывает историю, как он ошибался в начале своего пути, говорит, приставал к сестре, у меня такая сестра шустрая, такая родная, ну такая вот, я понимаю, что это лидер, я это понимаю, а она не понимает, не хочет, и уже ее тошнит от меня, она уже говорит так, чтоб ноги твои больше не было в моем доме, ты меня замучил своим предложением, а он говорит, я только захожу про свою компанию, как мы мы, только вот так зашли, уже компания, только зашли, и вот он говорит, и когда уже я стал умный, когда уже стал успешный, проходит несколько лет, и я вспоминаю, какой же кофе варит моя сестра, и я звоню и говорю, сестра милая, сварим мне кофе, я приду к тебе на чашечку, а она так обрадовалась, уже столько лет прошло, она уже и забыла, что он ей надоедал, да, вот, и он говорит, я пришел к ней, она сварила кофе, я пью, делаю комплименты, говорю, какая ты умничка, ну лучше тебя никто это не делает, как ты живешь, он ей задает вопрос, естественно, про свою компанию не звука, она, ой, он ей, раньше он, знаете, как ей говорил, хватит тебе сидеть, ты ее отпуска не имеешь, ты денег не имеешь, ты вообще пошли в нашу компанию, и вот это, когда мы вот это говорим, это отталкивает человека сразу, а он, а я говорю ей, ты, наверное, хорошо живешь, за эти пять лет, я представляю, как ты в отпуске, где ты побывала, расскажи, в каких странах, и тут ее прорвало, и она ему сказала, за пять лет лет, я на его отпуска, как ей это все надоело, а он так между делом говорит, ой, а я знаю, я знаю, где можно пять раз в год отдыхать, она, так и что, он говорит, об этом потом, свари кофе, пожалуйста, и вот это он вот, я ее семь дней доводил до такого экстаза, семь дней, я приходил, только пил кофе, и когда она начинала меня теребить, я смотрела на часы и кричала, я уже все убегаю, я опаздываю, ты меня прости, я опаздываю на встречу, и однажды, уже в восьмой раз, он заходит к ней, а он такой шайтер, пухленький, маленький такой, а она такая крупная женщина, она его так схватила, вот так он запрещен, как три холдов, а пол как бы рохнула, и говорит, так, пока не скажешь, где отпуск, пять раз в год, ты не получишь к чашке кофе, сегодня это самый успешный лидер в его команде, понимаете, вот вам, пожалуйста, и вот этот тренинг мне тоже, а потом, вы наверное знаете про зелено-желто-красных его человечков, да, знаете, это потом, я здесь, десятки случаев, сейчас мы можем рассказать, бесшрайно, потому что это случаи из нашей жизни, когда, вот, Людмила, сейчас, вот я, видите, написал формула рекрудируем, мы ее так назвали, хотя она известна под другим, это наша формула, которую мы вывели из своей собственной практики, ее все знают, но не все применяют, значит, первое, вы, это внимание, вот это тот закон жизни, да, по которому, порядок людей, в котором все происходит, то есть, если вы не сумели привлечь внимание человека, бесполезно его грузить, он его, если внимания у него нет, в другом месте, все, не надо, не надо, не тратить ни его, ни свое время, вот, сейчас Людмила расскажет, любую историю, хотя бы с песней, вот так, да, 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 то есть, как привлечь внимание человека, единственный способ, и самый, ну, проверенный в жизни, и он просто, природный способ, это, чтобы привлечь внимание человека, надо, внимание ему уделить, или обратить, вот, и все, если этот момент пройдет, вот тогда, есть возможность, интерес человека к себе, суметь, чтобы человек проявил, неинтересно, единственный, и самый правильный способ, это начать проявлять интерес к этому человеку, вот смотрите, пример, простой пример в Петербург, приезжают, сошли, да, да, это уже до конца, а, извини, пожалуйста, и вот, и тогда можно только разговаривать, только тогда можно говорить, о чем, и вот на этот момент, вот, у нас уходит, бывает неделя, бывает месяц, потому что мы же ищем такового, мы же ищем партнера, мы ищем человека на бизнес, поэтому, внимание, интерес, а потом, перерыв, как мы говорим, Шайна говорит, айсбрэнер, да, вот сделать форму основу, паузу, как Риктор говорит, чем отличается, пианист, задали ему вопрос, ну, пианист, выдающийся, ну, хорошего пианиста, он говорит, умение делать паузу, это то же самое, то есть уметь вовремя остановиться, сделать паузу, чтобы человеку дать ответить, и вот, когда мы говорим о желании, чтобы у человека проснулось желание, вот иногда у нас уходило неделя, месяц, а иногда и полгода, но этот человек потом, когда мы все правильно сделали, внимание есть, он человек, мы заинтересовали человека, у нас уже сотни истории, вот, из жизни, когда мы заинтересовали человека, и делаем паузу, а он говорит, а дальше что, да, он просит, не мы, и мы учим сейчас, вот, всех, вот, своих консультантов, вы хотите научиться, чтобы никогда в жизни вам не отказывали, это лишь, ведь это же самая главная проблема, я пошел, одному сказал, второму, больше пяти человек, он уже, все, у него заканчивается, мы говорим, мы вас научим, вот этому простому методу, по примеру, и вот по этой формуле, ваша задача, встретиться с человеком, привлечь его внимание, и дальше сказать, вот, интерес, вам это интересно, вот, вашу проблему, если человек сказал, вот, у меня там пять лет, там, в отпуске нет, у кого-то там пальто нет, и так далее, я знаю, как вам помочь, но только я предложу вам человека, который вам действительно, все расскажет, все, вы никогда не получите отказ, вы же ничего не предлагали человеку, это наша задача, как спонсора, уже пройти дальше по этой формуле, интерес этот выявить, и потом желание человека, и только тогда, успех.